Привет! Это снова Велина Риянова, проект 80 баллов. Окислительно-восстановительные реакции это реакции, при которых степень окисления исходных веществ изменяется при превращении их в продукты. И органические вещества чаще всего в таких реакциях выступают восстановителями, то есть они отдают электроны. И этот процесс отдачи электронов называется окислением. И на самом деле процесс окисления органических веществ носит биологическую роль в нашем организме. В результате окислительно-восстановительных реакций происходит расщепление биологически важных соединений белков, жиров, углеводов. Благодаря чему выделяется теплота и энергия, которые обеспечивают нормальное функционирование нашего организма. Кстати, процесс фотосинтеза это тоже окислительно-восстановительная реакция. И сегодня я покажу процесс окисления органических веществ на примере окисления спирта. Все, что я сейчас буду писать на доске, я рекомендую записывать вместе со мной. Например, спирты это соединение с гидроксильной группой. То есть, например, вот такой вот спирт CH3CH2CH2OH. То есть это когда один из атомов водорода замещен на гидроксильную группу OH. И когда мы окисляем спирты, а окислять мы можем, например, дихроматом калия, перманганатом калия, то есть какими-то сильными окислителями, то, как правило, первичные спирты превращаются в альдегиды или карбоновые кислоты, а вторичные спирты превращаются в кетоны. Если мы нарисуем вот этот же спирт, развернутый формулой, то есть покажем все-все-все связи, то что мы видим? Когда мы добавляем сюда окислитель, то есть у нас происходит реакция окисления, окислитель я вот так вот условно обозначу в квадратных скобочках окислитель, то у нас происходит разрыв связи. Во-первых, разрывается вот эта связь и разрывается одна из связей с углеродом. То есть при окислении мы должны передать электроны. Чтобы это сделать, нам приходится разорвать связи. И вот эта вот связь переходит вот сюда. То есть вот эта вот одинарная связь переходит полностью к кислороду. И у нас наша формула преобразуется. То есть у нас также здесь остается все то же самое. Все то же самое. Здесь у нас ничего не изменилось, а вот тут происходит изменение. Во-первых, у нас здесь будет двойная связь кислорода. И у нас остается один водородик. То есть наш спирт превратился в альдегид. Также мы можем продолжить. Иногда вот этот процесс остановить довольно сложно. И альдегид окисляется дальше. То есть мы дальше к нему добавляем окислитель. И наша альдегидная группа превращается в карбоксильную группу. Здесь все то же самое, ничего не меняется. А здесь у нас появляется еще один кислород. То есть таким образом у муклерода реализуются три химические связи с кислородом. Если же у нас спирт будет не первичным, а здесь спирт первичный, это что означает? Это означает, что OH-группа соединена с тем углеродом, который соединен только с одним углеродом. То есть вот этот углерод соединен только вот с одним углеродом. Поэтому этот спирт называется первичный. То есть когда мы окисляем первичные спирты, то у нас образуются альдегиды. Или может дальше реакция пойти до окисления карбоновых кислот. Конечно, весь этот процесс на самом деле происходит сложнее. Я его показываю здесь упрощенно. Если же мы, например, возьмем спирт вторичный. Например, вот такой. Вторичный спирт, значит, что OH-группа будет стоять у углерода, который соединен с двумя углеродами. То есть вот этот углерод соединен с двумя углеродами, он называется вторичный. Опять же, у каждого углерода обязательно должно быть четыре химические связи, потому что у него валенция равна четырем. И получается, когда мы сюда добавляем окислитель, то у нас опять же разрывается вот эта вот связь углерода с водородом. И разрывается связь кислорода с водородом. Эта двойная связь опять же переходит вот сюда. И у нас происходят изменения. Именно вот здесь, да. У нас вот эта связь разорвалась. И получается, остается двойная связь с кислородом. Таким образом, при окислении вторичных спиртов мы получаем кетоны. Еще на этом примере я хочу показать, как определить степень окисления спиртов. Потому что сейчас мы будем писать одну полную окислительно-восстановительную реакцию, и нам это понадобится. Во-первых, здесь нужно помнить, что мы... Что при образовании химической связи, ковалентной, да, один из атомов углерода может быть более электроотрицательным. Он на себя электронную плотность перетягивает. Если, например, сравнить электронную электроотрицательность водорода и углерода, то углерода, она больше. И он на себя перетягивает эти электронные плотности. Связь между углеродом и углеродом, там нету полярности, у них электроотрицательности одинаковые. То есть ни один из них друг на друга эту электронную плотность не перетягивает. Здесь опять же на себя, на себя, на себя. А вот углерод, кислород, кислород более электроотрицательный, но он перетягивает на себя. И, соответственно, от водорода тоже. Поэтому, как мы определяем степень окисления? Здесь есть два способа, я их оба сейчас покажу. Во-первых, мы можем помнить, что у водорода у нас плюс один. И тогда получается суммарная степень окисления каждого углерода должна равняться нулю со всеми его связями. То есть раз здесь плюс один, плюс один, плюс один будет вместе плюс три, чтобы в сумме было ноль, у углерода будет минус три. Здесь, соответственно, водород плюс один, плюс один, поэтому, чтобы в сумме было ноль, у углерода здесь будет минус два. Здесь, соответственно, плюс один, плюс один, здесь еще кислород минус два и водород плюс один. То есть мы все вместе, да, вот это вот учитываем, всю группу атомов. Получается плюс один, плюс один, плюс два, минус два, ноль. Плюс один будет плюс один, соответственно, у углерода будет минус один здесь. Это первый способ. Второй способ это можно нарисовать себе электрончики. То есть в электронной паре у нас есть два электрона. И вот мы можем вот так вот себе нарисовать два электрона. Я сейчас обозначу другим цветом. И получается, что мы опять же вспоминаем, что углерод более электроотрицательный, чем водород. Соответственно он забирает на себя эту электронную пару. Здесь тоже забирает себе электронную пару. Здесь тоже забирает. А между углеродом и углеродом электронная пара принадлежит им равноценно. Поэтому он забирает только один электрон. В обычном состоянии у углерода валентность в органических соединениях 4. И получается, что здесь у нас электронов сколько ему перепало? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Получается, что 7 электронов у него и степени кислорода тут как раз минус 3. То есть вот точно так же она и получается. Здесь тоже в каждой парочке по одному электрончику. И получается здесь кислород на себя забирает эту электронную пару. Получается водород забирает вот этот электрончик. И здесь тоже. Вот так вот он забирает электрон. Получается, что здесь у него 4. 1, 2, 3, 4, минус 4 будет 0. Степень окисления действительно здесь будет 0. Во вторичном вот таком атоме углерода. Мы можем по-другому посмотреть. У водорода плюс 1. Здесь у водорода плюс 1. У кислорода минус 2. Соответственно плюс 1, минус 2, минус 1. Плюс 1 будет 0. И тогда у углерода тоже 0 в сумме. То есть по-разному можно считать эти степени окисления. Хоть первым способом, хоть вторым способом. Как вам удобно. И теперь составим окислительную-восстановительную реакцию с конкретным окислителем. То есть, например, возьмем мы этот пропанол-1. И добавим к нему, например, калий-2, хром-2О7 в кислой среде. И мы уже выяснили, что наши первичные спирты окисляются окислителями до альдегидов или до карбоновых кислот дальше. Я напишу, например, до альдегида. То есть у нас получается CH3, CH2, COH. Калий-2, хром-2О7 у нас превращается в соль хрома в степени плюс 3 в кислой среде. Также здесь образуется калий-2, СО4 и вода. Конечно, чтобы написать все эти продукты реакции правильно, нужно понимать, что такое окислительно-восстановительная реакция. И я об этом подробно рассказываю на курсе. А также на курсе я учу составлять электронный баланс. То есть там мы все разложим по полочкам. И в окислительно-восстановительных реакциях у нас исходные вещества меняют свои степени окисления. Поэтому посмотрим, какие степени окисления были до, какие стали после. И кто у нас окислитель, кто восстановитель. Во-первых, хром у нас здесь является окислителем, его степень окисления будет плюс 6, превращается в степень окисления плюс 3. То есть он понижает свою степень окисления, он является окислителем, он электроны принимает. А здесь, соответственно, у углерода, если мы вспомним все его связи, водородик плюс 1, кислород плюс 1, кислород минус 2. Вот это все в сумме у нас должно дать 0. То есть получается водород плюс 1 минус 2 будет минус 1, плюс еще вот эти 2, это будет минус 1 плюс 2, это будет плюс 1, значит углерод здесь будет минус 1, чтобы суммарно было 0. А здесь, соответственно, вот у нас вот эта вот группа кислород минус 2, водород плюс 1, значит здесь будет углерод плюс 1, чтобы в сумме было 0. То есть у нас получается, что углерод из минус 1 переходит в углерод плюс 1, и соответственно он отдает 2 электрона. Почему отдает? Потому что он повышает степень окисления, а как раз таки восстановители повышают свою степень окисления, то есть они отдают электроны, это минус. И сколько он отдает? Он отдает при этом 2 электрона. Мы себя можем проверить, если мы сложим вот эти вот числа, вот эти цифры, то у нас должна получиться сумма вот эта. То есть плюс 1 минус 2, как раз таки получается минус 1. И хром у нас из плюс 6 переходит в хром плюс 3. Таких хромов у нас 2, поэтому мы здесь их удваиваем. И получается у нас здесь плюс 6, 2 умножить на 3 плюс 6, а здесь 2 умножить на 6, 12. То есть плюс 6 плюс 12, получается, что он понижает свою степень окисления, значит он принял электроны, и принял он 6 электронов. Опять же себя проверяем, плюс 6 плюс 6, получается плюс 12 в сумме. Значит наименьше общекратное число, которое делится и на количество отданных, и на количество принятых электронов, у нас 6. То есть 6 без остатка делится и на 2, и на 6. И поэтому наименьше общекратное у нас здесь будет 6, и 6 мы делим на 2, получаем 3, здесь 1. То есть нам нужно поставить перед углерод содержащими продуктами троечки. То есть вот здесь будет тройка, вот здесь будет тройка. Соответственно хромы у нас уже уравнены. Потом мы смотрим на калий. Калия 2, здесь калий 2. Серый теперь у нас здесь 3 плюс 1, 4. Поэтому перед серой и кислотой будет четверочка. И считаем водороды. Если мы посмотрим на эти два соединения, CH3, CH3 повторяется, CH2, CH2 повторяется. А вот здесь уже есть различия. Здесь у нас всего 1 водород, а здесь 3. То есть на 2 водорода здесь больше. Поэтому 2 умножаем на 3, здесь будет 6. Плюс еще вот эти водороды. 6 плюс 8, это будет 14. То есть у нас должно быть 14 здесь в сумме. Поэтому здесь будет семерка, чтобы было 14 водородов. И проверяем кислороды. Здесь получается 3 плюс 7, 10 плюс 16, 26 у нас слева кислородов. А справа 3 плюс 12, это 15, плюс 4, это 19, плюс 7, это будет 26. То есть слева и справа у нас одинаковое количество кислородов. И как правило спирты первично окисляются до альдегидов или дальше могут окисляться до карбоновых кислот. То есть альдегиды сами окисляются до карбоновых кислот, а вторичные спирты окисляются у нас до кетонов. Чтобы уметь писать вот такие химические реакции, нужно знать химические свойства органических веществ. Поэтому если тебе понравилось это видео, подписывайся на мой инстаграм Every Repetitor. И переходи на сайт 80 баллов, где ты можешь изучить как раз таки все эти химические свойства. А также отработать практику на актуальных заданиях ЕГЭ. Удачи тебе и встретимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok